Несколько недель назад, после информации о том, что якобы в Алтайском крае погибла часть урожая гречихи, начали расти цены на гречку. 50, 60, 70 рублей за пачку. И это вовсе не предел. Чтобы не варить кашу из топора, покупатели сметали с прилавков эту крупу килограммами. Есть ли дефицит гречки и кто виновен в повышении цен в специальном репортаже Ольги Сергеевой. Пятницу в колледже торговли, общественного питания и сервиса на обед гречка с гуляшом. Чтобы накормить 700 студентов, нужно сварить 50 килограммов крупы. И это только на один раз. У нас еженедельно разработано меню, и один из дней обязательно у нас в рационе гречневая крупа. Так как она очень полезна своими минеральными веществами, железо, фосфор, магний, калий для растущего организма. Эта гречка – тамбовский продукт. Ее выращивают и поставляют в колледж агротехнологический технику. Так что здесь повышение цен на крупу в период гречневой лихорадки не ощутили. Мало того, ею кормят не только студентов, но и продают обычным покупателям. Этот магазин в Доме ветеранов на Мичуринской – учебно-производственный комплекс колледжа. Студенты здесь проходят практику. Основные покупатели, конечно же, участники Великой Отечественной войны. Поэтому на продукты первой необходимости наценка не более 10%. Наше учреждение учебное, которое нам поставляет, то есть цену у него оставить на уровне прошлого года. То есть в закупке она у них оптовая цена 25 рублей. Плюс наши 10% – 27,50. И в дальнейшем гречка у нас обеспечит в течение этого года, и цены на нее расти не будут. Во время гречневой лихорадки покупатели буквально опустошали прилавки магазинов. В этом одном из крупнейших гипермаркетов города на прошлой неделе только за 4 дня было продано свыше 1100 пачек гречки. Но ажиотаж стал спадать, и стало ясно, что никакого дефицита нет и не было. Для тех, кому пачка в 900 граммов кажется маленькой, есть гречка в трехкилограммовых ведерках. Для сравнения, на этой неделе тамбовчане купили гречки в 4 раза меньше, чем на прошлой. Видимо, уже наелись. По мнению руководства гипермаркета, цифры на ценники увеличиваются из-за повышения цен самими производителями, которые решили придержать поставки и создать искусственный дефицит. Цена на гречку оставалась неизменной, и мы не старались на этом зарабатывать. Мы держали ту цену, которая была установлена первоначально. Ну, соответственно, запасы наши закончились. Сейчас пришла новая партия. Естественно, мы закупили ее уже по другой цене, которая несколько дороже. Сейчас в гипермаркете можно купить гречку по цене 41 рубль 90 копеек. На ценка магазина – 50 копеек за пачку. То, что тамбовчанам гречки хватит, мы убедились своими глазами. На этом складе крупяного завода в Рассказово гречка не только тамбовская, но и из других областей. Здесь ее фасуют, а потом отправляют потребителю. Фасуем мы около 10 тонн в день. Наша продукция, гречка, она идет у нас и на детские сады, идет в розничные магазины города Тамбовой области, ну и также сетевые магазины Тамбовой и Тамбовской области. Сейчас закупка где-то порядка 30 рублей, реализовываем мы порядка 35-37 рублей. В чем же экономия, если покупаешь товар в больших количествах и по завышенной цене? Экономисты говорят о так называемой индивидуальной стратегии выживания в нестабильных условиях. Люди боятся еще большего повышения цен и спешат закупить товар впрок. С падением цены спрос что делает? По идее, возрастает, да? А предложение, наоборот, при росте цены у нас увеличивается. То есть ситуация сейчас ровно противоположная. То есть этот закон сейчас не работает. И закон спроса и предложения, он не действует в конкретный момент времени. Он действует на продолжительном периоде времени. И таким образом для стабилизации здесь сейчас просто население потратит свои небольшие сбережения. Ситуация вернется к прежнему состоянию. И все будет нормально. На ситуацию с повышением цен обратила внимание антимонопольная служба. Если выявится нарушение антимонопольного законодательства, виновные понесут ответственность. Мы сделали запрос прежде всего нашим производителям. У нас здесь работает Сатинский крупной завод. Что вы видели? Действительно, цены подросли. У него отпускные с 14,5 тысяч до 38 в настоящее время. Наш завод, он не занимает доминирующего положения на рынке. И если вот на этом рынке образовался ажиотажный спрос, если действительно имел место сговор, а признаки имеются, то он произошел, ну так скажем, наверное, на территории России. Тамбовская область в 2014 году вырастила 12,5 тысяч тонн гречихи. Это больше, чем нужно населению в 2,5 раза. В год регион потребляет около 5 тысяч тонн гречки. В общем, поводов для паники нет. Гречки хватит не только Тамбовщине, но и всей России. В Российской Федерации потребляют 550 тысяч тонн гречки. Произвели порядка 750. То есть это полтора года потребность, в том числе остатки 2013 года. Через пару недель ситуация стабилизируется и цены снизятся, говорят специалисты. Возможно, в областном центре даже состоятся ярмарки выходного дня, где гречку будут продавать по ценам от производителей. К тому же надо помнить, что гречка, хоть и не скоропортящийся продукт, но годами лежать не может. Нет, я не собираюсь закупаться, как бы померить потребление будем использовать. Сделано специально, а вот так гречки много в России. Три килограмма. Ну, три пакета по 900 грамм. Закупаем заранее, семья большая. То же самое, ажиотаж сделали, соль, спички, а потом опомнились, она во всех магазинах полна, и все. Это специально делают, как называется, сетевой маркетинг. Ольга Сергеева, Виктор Марченко, Сергей Фролов, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей.